И последние корректировки в местный бюджет, когда есть средства для распределения, занятие приятное, но не всегда быстрое. Проблемных направлений много, а вот расставить приоритеты не всегда удается сразу. Лишь со второй попытки депутаты Алданского района смогли найти консенсус решений. Подробности далее. Почти месяц потратили депутаты Алданского района, чтобы принять корректировки в местный бюджет. Несогласованность народных избранников привела к тому, что главы поселений не смогли выполнить ряд бюджетных обязательств. Ну, не все может было доведено до депутатов, как они считают. Поэтому нужно совместно работать и принимать, не откладывать эти, потому что это же останавливается жизнь всего района. В ряду спорных моментов, на которые требуются дополнительные расходы, оказались и два многоквартирных дома, предназначенные для детей-сирот. По разным причинам жилье не могут ввести в строй, а сироты-очередники не могут его получить, соответственно. Там возникли очень большие проблемы, и вот уже который год эти дома не вводятся и не распределяются среди них. Проведена экспертиза, госэкспертиза. По этой госэкспертизе составлены сметы, и будем выделять деньги на достраивание этих домов. Деньги в размере 5 миллионов рублей на доведение домов до необходимых норм депутаты заложили, но заморозили до решения специальной комиссии. В целом, скорректированные на 85,5 миллионов рублей бюджет района депутаты утвердили. Однако впереди принятие бюджета на 2018 год, премия по которому обещают быть жаркими и неоднозначными. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Залевин, НВК Саха, Алдам.